Позапрошлый выпуск Спайсов был довольно сильно по сравнению с другими заминусован. Не исключу, что именно потому, что я провел его из машины. Возможно, вам показалось неуважительным, что я совмещаю дело общения с вами с таким насущным делом, как езда куда-либо. Но это немного не так. Посудите сами просто. В пробке действительно есть некоторое время, которое хочется посвятить чему-то более полезному. И если этим полезным становитесь вы, дорогие зрители, с которыми мне чрезвычайно хочется, чрезвычайно приятно общаться, то на что ж тут обижаться? Спайсы и сохрани, меня зовут Александр Фарсайт, и это свежий, свежайший выпуск моей субъективной передачи, в которой мы говорим о том, о чем хочу поговорить я. С вами, дорогие зрители. Сегодняшний выпуск будет проходить по заданному в прошлом вектору. Соответственно, речь пойдет о том, как мы будем поднимать наш канал. В ближайшее время. У меня пока что нету четких концептов в шоу, то есть я сейчас над этим работаю. Спасибо Love is Something за скинутую ссылку на канал чувака, у которого интеллектуальный контент. Я обязательно ознакомлюсь, может быть договорюсь с ним в каком-то пиаре, когда у меня будут уже концепты и идеи того, что я смогу предоставить потенциальным зрителям. Ух ты, менты. Спасибо за это. Пока что у меня есть еще одна идея, к которой сейчас я вернусь, а пока что, пока не забыл, хотел бы сказать, что я посмотрел Господин Никто. Мне было приятно это смотреть, то есть я не испытывал тягости, но я бы не сказал, что этот фильм для меня пойдет, так сказать, на полку любимых, на полку шедевров, которые я всем рекомендую, которые я готов смотреть и пересматривать. Нет, возможно, я когда-нибудь пересмотрю Господин Никто, но пока что это просто приятный просмотренный фильм. Да, он глубок, в нем, безусловно, есть пласты, наверняка, которые я не заметил, есть в нем изюминка, есть в нем то, что мне очень сильно понравилось, но присутствует для меня лично какая-то некоторая затянутость, излишнее закапывание в философию, которая местами кажется мне, ну, такой не очень естественной. В общем, я получил удовольствие от просмотра, спасибо за совет, советы зрителей это то, что я невероятно ценю, именно в этом фишка моей самой субъективной в мире передачи. А чтобы этот выпуск не был наполнен исключительно обсуждением того, как мы будем развивать канал, чтобы он оставался выпуском шоу с некоторой подачей, с некоторой субъективистской мыслью, я бы хотел сегодня поговорить о маленькой такой, малюсенькой штучке, маленьком таком элементе в общей картине изнасилования русского языка, который мы видим каждый день, к сожалению, в интернете и вживую, как проблема неверного слова употребления в совершенно частных случаях. Я приведу несколько таких случаев, которые вот прям нереально меня бесят. Я не буду касаться вот этого вот всеми заезженного кумир и фанат, это уже все обсудили. Я бы сегодня поговорил о путанице с понятиями симпатизировать и импонировать. Давайте разберемся. Вообще в очень похожих ситуациях можно использовать эти слова, но они, можно сказать, почти противоположны друг другу. Смотрите, если вы мне симпатичны, то есть вот вы хороший человек, вы человек, с которым мне приятно, который мне интересен, я вам симпатизирую, а вы мне импонируете. Понимаете? То есть вы мне симпатичны, я вам импонирую. Просто иногда на словах, иногда в комментариях я замечаю, он мне симпатизирует. И это имеется в виду не то, что какой-то человек симпатизирует, а речь идет там, не знаю, о каком-нибудь фильме или о книжке какой-нибудь, типа она мне симпатизирует? Нет, так нельзя говорить. Она вам импонирует, вам импонирует чья-то точка зрения, а не симпатизирует. Ну, разобрались с этим. Давайте еще разберемся с очень популярным журналистским штампом в эпицентре событий. Нельзя, нельзя ни в коем случае говорить быть в эпицентре событий. Быть можно в центре событий. Эпицентр — это совершенно другое. Предлагаю вам использовать Википедию, если вы хотите знать точное определение, но не нужно для красоты, для красного словца добавлять это вот эпи. Вы в центре событий. No comments. Дальше. Третье, на сегодня последнее, это когда вы говорите качественный, в смысле хороший. Вот это вот качественный товар. Нельзя, нельзя это как минимум неграмотно, потому что качество — это такое понятие, которое может быть либо положительным, либо отрицательным. То есть, если вы говорите качественный, этим может быть отличие, качественное отличие между яблоком и грушей. Вкус. Если яблоко качественное, это бред сивой кобылы. Яблоко может быть высококачественным, и то про яблоко так хрен скажешь. Скорее, там, не знаю, высококачественный материал может быть, а качественного материала быть не может. Вот никак. Ладно, это я просто использую свою площадку, чтобы донести мысль о том, что меня невероятно местами раздражает. А теперь коротко об идее, которая на данный момент у меня имеется, и заканчиваем этот выпуск, который снова проведен немножечко сумбурно, потому что я за рулем, и приходится местами отвлекаться. Идея такова. Построим маленькую такую YouTube-пирамиду. Вы, конечно же, все знаете, что такое пирамида, вспомним МММ. Но здесь все будет без обмана, потому что здесь мы не ищем выгоды, мы здесь ставим эксперимент. Так вот, смотрите. Вот, предположим, это видео посмотрело 100 человек. Вот вы, в количестве 100 человек, посмотрели это видео. И теперь я предлагаю вам, каждому, привести двух-трех, ну не меньше двух, а привести именно зрителей. То есть не попросить людей для галочки подписаться, а рассказать им, что есть такой канал, на котором есть что-то интересное, а будет что-то еще более интересно, а было так вообще ого-го. И когда это все продолжится, вообще будет взрыв, трам-тарарам и все такое. То есть когда мы снимем новое время бурды, а это, кстати, очень скоро. Вот, мол, подпишитесь, посмотрите. И давайте посмотрим, что из этого выйдет. Если каждый из вас действительно приведет двух-трех активных зрителей, то это, возможно, сильно поменяет картину канала. Потом через пару выпусков проведем еще раз такой же выпуск, в котором я скажу, ребята, вот меня посмотрело там 400 человек. Давайте приведем еще каждый по двое, по трое. Это же возможно. Главное, не говорите, ну вот я посмотрел, и посмотрим, что из этого выйдет. Не-не-не, давайте реально попробуем. Попробуем все вместе. То есть даже я скажу паре своих знакомых, что вот, ребят, я делаю интересный такой, может быть, видеоблог, может, ознакомитесь. Вот последний выпуск. Давайте-ка, ребят, заходите, может, подпишитесь. То есть все, все без исключения этим займемся и посмотрим, что из этого выйдет. Отличный, на мой взгляд, эксперимент. И мы узнаем, насколько лояльна моя аудитория на данный момент, насколько она заинтересована, насколько продуктивным окажется в будущем некий пиар, гипотетический, который мы закажем у какого-то другого канала. А на сегодня все. Я надеюсь, этот выпуск оставит хоть какое-то приятное ощущение после просмотра. Давайте приведем сюда друзей, знакомых. Давайте собирать здесь интересную аудиторию. Давайте общаться. Пишите мне свои вопросы. Пишите комментарии. Все читаю. Подписывайтесь, если вдруг вы еще не подписаны. До свидания. С вами был Александр Фарсайт. Спасибо. С вами был Игорь Негода. Спасибо. С вами был Игорь Негода. Спасибо.